ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на штурвале, капитан Риквид Брод. Мы только что поймали рыбу. Ребята, сейчас мы вам покажем, как это было. Ветерок мудро был, 20 суток будет видно. Еще идет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Якорь моется там у Насти. Скажите нам что-нибудь доброе и светлое. Старший матрос. Очень старший матрос. Холодно. Замерзло. Зима близко. А вот якорь. Чист будет, прекрасен. Жакузи скорее. Какая-то у него медленная джакузи. Сейчас как драпанем, второй парус поставим вместо Настики. В Ливустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Сирену слышите? Это прямо сейчас. Вот там над пляжем стоит вертолет. Включил сирену. Видимо, акулья тревога. Где-то здесь ходит акула. Ай, как прикольно. Это акулья патруль. Смотрит акулу. Вот такая у него работа. Капитана вот такая. Первый раз после прихода в Киптаун поймали рыбу. А, еще не поймали. Но ловим. Это у нас талисманы. Наши товарищи, друзья. Мы уже полтора года рыбу не ловили. А меня капитан опять выгоняет. А вы говорите, снимайте рыбу на лауле. Как тут снимать? Вы не поверите, я завязала узел линча, чтобы рыбу повесить за хвост. Вот такая сегодня кровавое утро у нас. Жалко. Короче, рыба только позавтракала вот этой маленькой штуковиной. А мы ее поймали. Маленькая штуковина померла напрасно. На этой пессимистической ноте мы покажем вам рассвет для оптимизма. Ура, добыча. Это моя добыча. Сейчас Настя несет самогонку. Будем рыбу поить. Вот она. Ты только просто так ее не расходуй. Она же трофейная. Капельку совсем маленькую. Капелюшечку. Вот так у нас алкоголь расходуется на яхте. А, крышка где-то осталась. Вот она. Ну, в общем, вот она рыба. Счастливая. Засыпает. Сейчас я принесла Андрею штуку, которая называется экстрактер. И он выковыривает крючок из пасти у рыбы. Пасть зубастая. Да, я просто боюсь схватить. Рыба тонцовая. Андрей боится, что она его ужалит. Поймали около западного берега Австралии методом троллинга. Троллинг он называет? Так что троллинг, ребята, это не только в сети писать всякую гадость. Это еще и рыбу ловить. Вот вы спрашиваете, что рыбалки нет. А кто будет это все делать и снимать одновременно? Удочки носить, самогонки. Вставляем. Вот такая у нас есть бандура. Для того, чтобы удочка стояла. Вот такая рыбка пловистая оказалась. Вон она. Тэнс. Вот здесь вот привязывается у нас страховочной веревочкой. Дочка обычно. Вот сюда вот. Ну и, собственно, закидывается. Сейчас мы уже, наверное, загибать не будем, потому что мы столько рыбы, наверное, не съедим. Надо одну закончить. Ну и мы продолжаем путь по географической бухте. В сторону мыса Натуралистов и Великого мыса Леуин. Держим курс. Что-то ей мало было водки, да? Бедное. Опьянение как-то быстро прошло у бедной рыбки. Ну и, собственно, вот. Сейчас Андрей ее повесит вверх ногами. Зачем ты ее вверх ногами вешаешь? Чтобы кровь вытекала. Чтобы кровь стекла. Ножик даем Андрею. Не знаю, снимать ли процесс убедения бедной рыбы. Вот на этой веревке набирать воду в море и смывать всякие ошметки от рыбы с палубы. Вот сейчас мы этим и займемся. Отдаем ведро КЭПу. Сам будешь воду же наливать? Я будешь наливать. А кто будет снимать? Пушкин. Пушкин будет снимать, короче. Ну, в общем, сейчас я этим ведром пущусь за палубу и наберу в воду. Вы этого пока не увезете. Вот ведро, короче, нулитов. Сейчас капитан будет мыть руки. А мы продолжаем двигаться в берег. 280? Нет, 280, просто нормально. Нам 270. 277. Примерно вот таким образом все это происходит. Все время на левом борту у нас обрабатывается рыба. Специальный рыбный борт. Сейчас тазик принести тебе? Не, рано чуть-чуть, пусть стекает. Потом спару поставим, поедем. А, пару, да. Мы же геную убрали для того, чтобы вытащить рыбу. Начинает удочка вот эта трещать. Мы срочно скидываем геную для того, чтобы скорость лодки уменьшить. Иначе рыбе вырвет пасть и все. И останемся без рыбы. Сейчас снова будем ставить геную. Нет, я типа дам вот эту бутылку с пресной водой все-таки. Все, рыбка помыта пресной водой. Крышки подольше не ржавеет. И вот сюда вот. Видите? Леска натянута. Сейчас Андрей ослабит немножко. Все, сегодня ловить уже не будем. Тузик одиноко там плетется. Маленький переход делаем, поэтому даже лодка. Тузик не подбирали. Сейчас будем ставить геную. Обратно. Поставил геную. Дети у нас за уроками. Поэтому кто кроме нас может сделать, кто? Вот геная стоит зарихленная. Ветерок такой бодрый послешный. Мы идем близко к берегу. Осталось 7 милинг. Ну, мы прям бодренько так порусим. Сколько там у нас ветра? 17-18. 18 узлов. Морду ветра, бейды, винт полный. Это значит, что кренинг, но поскольку ветер с берега, волны нет. И это просто кайф. Это самый лучший бейды винт в моей жизни. До чего техника дошла, я обалдею. Миску давай. Хорошо. Спасибо. Учеба, рыбалка, туризм. Все в одном. Пошла за миской, а то как меня уволят. Посмотрите еще на красоту. Мама, смотри. Ух, вот это мы даем. У нас сегодня очень плодотворный переход. У Юнги перемена в любимой географической школе. Какой сейчас будет урок? Экология. А был? А, английский. Андрюха разделывает рыбу. Вон он уже. У нас там стейки появились. Мы между тем идем под парусом. Вот так красиво в географической бухте. А Настя по машинам делает уроки там. Вот. Ученица наша. Прекрасная. В общем, очень плодотворный день. Чего и вам желаем, дорогие наши другие. КОНЕЦ Ну, смотри, как они близко подходят. Я тоже куда хотела. Давай уже в берегу пойдем. Ну, где же там? Ну, вот и знаю. Ну, что, они не обещают. А, если они откуда будут выходить, то они как-то. Мы можем тоже там подъехать и смотреть. Блин, красиво. Как вот тут снимать красоту, когда надо парус? Да, пускай. Как вот тут снимать красоту, когда надо парус убирать? А сейчас на меня уже начнут рычать все. Иду. Иду. Подчиняюсь грубой силе. Подчиняюсь грубой силе. Вот этой, которая тут рвет парусадную левой. Яковь готовность? Отлично. Что, получается растопить? Ладно, у нас истопник главный. Зачем растапливаешь угли-то, расскажи мне. Чтобы жарить маршмеллоу. Маршмеллоу, а рыбу. Вот так у нас относятся в семье к рыбе. Сейчас будем гриль делать. Мы рыбку поймали в переходе. Смотрите, какая тут красотища. Солнце жалко уже подсело. То ли за тучу, то ли за закат. А на камбузе у нас варится ухо. Вот здесь уже я ее выключила. А вот здесь будут стейки с луком, соевым соусом. Замачиваю. И скоро их будем грильить. Вот такой у нас сегодня улов. Снимай давай просто. Боже, кушаем тут прекрасно. Последствия рыбалки. Сбил им веном. О, нет! Рыба! О, да. Очень вкусно. Объединим. Вот они так пытаются меня переманить в свою... Но не получится. Не получится. Дождик. Рыбаки ловят рыбу, соответственно. Видимо, клюет в три удочки такие радостные. Все затянуло тучами. Тын-тын-тын. 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 Три-три коровы! Три-три коровы! Три-три коровы! Полетел. Полетел акулий патруль. Там яхта, яхтенная школа тренируется. Отрабатывают повороты, постановку на муринг и так далее. Только что прошел дождь. Все мокрое. Вон туда он ускакал. Надеюсь, мы его не догоним уже. А мы идем по географической бухте. Куда мы идем, капитан? Сначала иглбэй, потом бункер бэй. Бункероваться сегодня будем. Игловаться. Вы анаторите, да? Да. Погода встречная, штюль. Поэтому мы анаторим. Латка делает уроки внизу. Вот она. Какой хороший ученик у нас попался. Какой примерный прямо человек учится. В каком классе человек учится? Почти в пятом. В 4 на самом деле же. Почти в пятом. У меня в июне каникулы. И после каникулы я пято. Конечно, она в инстаграм 4к грузилась. Вот так грузилась. А я позавчера, позавчера, в курсе, в курсе сделала. Здесь у нас грустная Настя стоит. Сейчас будет выкладывать грустный якорь. Я грустно фотографирую. Ты там у меня сидишь Идем к нам Я сплю Ты спишь? У нас спит Лада в домике А мы встаем на якоре Вот в такой красотище А вот на этот пляж мы с друзьями Дашей, Коля и их детьми Приезжали купаться в самый разгар лета В середине января Была жара, жара Обречения миксера Ровненькие Благодаря такому миксеру все работает? Да Класс Что это будет? Это будут маффины Нужно облачка Да, наверное, облако было Солнце было не там вообще какие Третий час ночи Мы вышли Да, вот Тот самый знаменитый маяк Мысо-натуралист Который должен быть виден Хоть чуть-чуть Вот этой темной точкой Его свет виден на 60 миль в море И он очень важный стратегический маяк Последние 150 лет 120 может Подписывайтесь на наш канал И не забудьте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео А еще ставим пальцы вверх Делимся с друзьями И не забываем рассказывать об этом канале Всем-всем, кого вы знаете и не знаете Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok